Итак, привет всем, дорогие друзья, с вами Вован, я опять вернулся, и сегодня у нас чуть ли не легендарный выпуск мод-обзора. По той причине, дорогие друзья, что сегодня у нас уже именно такой мод, а автора которого мы уже знаем. А именно, ребята, это у нас Аланду. Аланду-01 или как-то так, я уже не очень-то и припоминаю, но главное одно, дорогие друзья. Все вы помните, что у нас Аланду сделал такой мод, как The Temple of the Lizardmen. Шикарный мод, прекрасный мод, мне понравился, очень даже жестко, реально понравился. Так, на сегодня у нас, дорогие мои друзья, мод от него Аланду-Ганс. Не только Ганс, на самом деле, у нас здесь также его физика крови, его расставление предметов, видите, то есть вот такие парящие предметы, это его стиль, обычно, это его стиль. Ладно, у нас будет, конечно, целая куча другого оружия и, конечно, целая куча других различных NPC. Ну что же, начнем. Так, вот уже здесь другие такие есть. Invincibility, ха. Не знаю, что это такое. Ух ты ж, блин, это что? Это типа зомби какой-то или что? Ладно. Видите, от некоторых падает совсем другое оружие. Вот здесь у нас пистолет, здесь пистолет, а здесь пистолет. Другое оружие, я же говорю, совсем другое различное оружие. Я ошибся. Так, следующее у нас на единичке, это у нас нож. Нож. Нож обычный. Является биологическим видом. Шутка, конечно же. Так, бензопила, которая уже у нас была. Прям как рифма какая-то получилась. Бензопила, которая у нас же была. Пистолет, который делает... Дорогу в туалет. Из меня хреновый рифмёр, на самом деле. Ну, глок, конечно же, типичненький глок. Хотя, это больше похоже на беретту какую-то. Видите, это у нас глок наверняка. Вон барс там не стреляется, что нет ни глок. Ну, погнали дальше. О, оружие из CS GO. Шучу я, натурал. Оружие из CS 1.6, так называемый. Знаете, ребята, как отличить натурала от человека, которым натуралом не является? Я вам скажу очень простой метод. Натурал скажет вам одну очень простую вещь. Я играл в некоторые части CS GO. И, честно говоря, все части довольно хорошие. Разницы в них не вижу, конечно же. CS GO первое место не заслуживает. А что вам скажет гомосексуалист? Ну, вы уж простите, но я играл только в CS GO. И вообще, CS GO самое лучшее в ней крутые скины есть. И вообще, кейсы это смысл моей жизни. Вот как отличить натурала от гомосексуалистов. У меня все. Вау! Это что, Акимбу Ганз или что? Если кто не знает, Акимбу Ганз это мод, в котором у нас каждое оружие по две штуки. Вот, это прямо Акимбу какое-то. Или рай для Акимбу. Потому что две пушки... Знаете ли, в детстве у меня было такое заблуждение, что я обожаю, когда у персонажа два оружия. И знаете, это было никакое не заблуждение. Мне реально нравится, когда у персонажа два оружия. Так что Акимбу это уж точно режим для меня. О, что-то уже, что у нас раньше было. Все, у нас больше уже оружия на двоечке нет. Тройка. А Кеша, что... Ух ты, блин! Кстати, объяснюсь насчет шутки про гомосексуалистов и натурала. Это... Я ничего против гомосексуалистов не имею, но также ничего не имею за них. Я к ним отношусь пассивно. Никакого отношения к ним, конечно же, не имею, но также я не хочу к ним относиться, потому что я натурал. Конечно. Это правда. Так вот. Мне, по-первых, какие-то тупые шутки, честно говоря. Я надеюсь, что до туалетного юмора не дойдет. Так, мы уже на дробовике засиделись. Так, винтовка. Это винтовка именно, видите? Это винтовка. Хотя, может быть, я ошибался. И это... Никакая у нас не винтовка. Это даже что-нибудь-то получше. Ох ты, блин. Ох ты, блин. Дальше. Дробовик. Или не дробовик. Из Shadow Warrior. Да. Shadow Warrior крутая штука. Почему он некоторым не нравится? Хотя мне, на самом деле, не так же и жестко нравится Shadow Warrior. Не ошибка я такую. Люблю, на самом деле. Реально. Ну, не обожаю ее. Я не могу сказать, что я обожаю Shadow Warrior. Но игра неплохая. Вот такой вот мини-обзор от Вавана. А теперь давайте на CSGO. CSGO кусок дерьма. У меня все. Если кто хочет, может быть, даже объясню, почему я так считаю в другом видеоролике. Хотите? Напишите об этом в комментариях. Я вам объясню все, что я думаю о этой игре. А также, почему я ее ненавижу. Правда. Я могу. Я могу. Давайте прямо здесь. Прямо здесь. Объясню, по какой же причине мне эта часть вообще не нравится. Смотрите. Суть некоторых частей была очень даже простой. Самая первая часть CS была у нас именно модом. И ничем другим, кроме как модом. Первая часть была модом для Half-Life. Неплохой, шикарной частью, которой был добавлен, конечно же, мультиплеер. Ну, так же и в Half-Life был мультиплеер. Но не сразу же, как я помню. Что же сказать. Потом, после всего этого, вышла Source, кажется. Нет, 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 простите. За далеко ушел. После этого было Condition Zero. Condition Zero было CS, но на прохождение. Не все знают об этой части. И вообще, каждый второй этой части не знает. Нет, каждый третий. Короче. Только каждый пятый наверняка знает о Condition Zero. Нет, Community CS другое. Каждый двадцатый знает о Condition Zero. Двадцатый. Каждый двадцатый. Правда, каждый двадцатый. Некоторые другие после этого знать не хотят. Итак. В чем же была суть Condition Zero? В Condition Zero нам надо было просто исполнять различные там задания. То есть там было, например, вот задание. Убить пять террористов. Исполняешь задание. Все. И уходишь спокойненько. Также была Condition Zero Deleted Sins. Моя любимая часть CS. Правда. Condition Zero Deleted Sins это моя самая любимая часть CS. И она при этом не является главной. Круто, правда? Соглашусь. Так. В чем же суть Condition Zero была? Condition Zero, как по мне, была улучшенной версией. Именно той же самой Condition Zero. В ней уже у нас было не задание. А отдельная миссия. Миссия в России. Миссия в арабских странах. Да и чего только там не было. Вообще, даже в Японии. Куда нас только там не заселяли? Вообще, Condition Zero моя самая любимая часть CS. Нет, Condition Zero Deleted Sins. Deleted Sins моя самая, при самая любимая. Серьезно. По-другому я никак не скажу больше. Мне понравится больше всего именно Condition Zero Deleted Sins. Каждый, кто реально фанат CS, а не я люблю CSGO, другие части, говно. Но, то пожалуйста, сыграните в CS Condition Zero Deleted Sins. Я уверяю вас, вам понравится. Вам понравится. Если вы реально любитель CS, то есть и вы также любитель Half-Life, а знаете каких-то старых игр, а не мудак, который постоянно орет. Старые игры, полместное говно. Если можно с ними вообще сейчас играть, если можно сейчас играться и быть новым, тогда, пожалуйста, можно спокойненько взять, попробовать себе для себя, хотя бы для определенного опыта, Counter-Strike, Condition Zero Deleted Sins. Шикарная часть, мне жестко нравится. Реально, все миссии, это круто. Там это очень, очень круто. Так, а теперь объясняем, почему же мне не нравится CSGO. Итак, именно CSGO прямо сейчас в целой куче сайтов интернета поступают различные аферы. Именно насчет кейсов я имею ввиду. Серьезно, чуть ли не каждый второй игрок CSGO берет и рекламирует кейсы. И это совсем никакая не шутка. Дело в том, что в CSGO какого-то хера, серьезно, она понравилась всем именно после того, как туда ввели скины. Припомните. Вы же не задротили жестко так в CS, прямо в CSGO, прямо тогда, когда она вышла. Признайтесь честно, не играли, когда она прямо вышла. А я хотел сыгрануть. Хотел. Прямо тогда еще, когда скинов никаких не было. Никаких скинов. Да-да. Ну что, как он такой, а? Я нереальный любитель старых игр. Меня интересовало, какая же другая часть в CS вышла. Они еще все жестко улучшили или как. В результате они создали комьюнити дебилов. О, что они создали. Комьюнити дебилов, которые имеют за то, чтобы играть, охотиться на кейсы. Но здесь не комьюнити идиотов. Вальф. Пожалуйста. Знаете, о причине именно того, что такое вот дерьмо было с CSGO, я не хочу, чтобы выходила Half-Life 3. Я не хочу, чтобы она выходила. Потому что не так же. Возьмут жестко задрочаться именно у нас на графончик и добавить всяких скинов. И самое главное, будет не оригинальная сама часть, а мультиплеер. Я вижу это наперед. Так что, пожалуйста, Вальф, не создавайте Half-Life 3. Я знаю, как вы его жестко испортите. Хотя нет, Half-Life 2, эпизод 3. Эпизод 3. Никакого Half-Life 3 не должно было быть. Должен был быть именно эпизод 3. Потому что вышел второй эпизод, конечно же. Первый. А второй как-то уж слишком странный эпизодик у нас закончился. Так что, пожалуйста, Вальм, дайте хотя бы какие-то объяснения насчет этого. Хотя, было же, когда это... Был когда-то день, когда можно было Райблс взять и спросить у Гейба Ньювелла, что вы там думаете. Нет, можно было спросить, что-то насчет игры какой-нибудь или дальше. Или даже нашли стимул. Ну, короче. Говорим. Так. КС, гоу. Не нравится. Именно по той причине, что в ней просто сейчас самое главное стало всякое различное тюрьмо. Вместо того, чтобы люди играли, люди ходят за тупыми скинами. И дрочат на них. Я не скажу по-другому. Люди зависимы теперь от этих долбанных тупых скинов. Реально. Потерялся весь сенс игры. Никакого нормального мультиплеера. Только с поляками какими-то. Ну, лично я так слышал. Я сыграл несколько раз. И знаете ли, я так жестко долбал все эти скины в рот, что вы себе даже не представляете. Мне так на них насрать было. Меня интересовало только одно. Но, блин, гонка вооружения это круто. Это все, о чем я подумал во время того, как я запустил CS GO и начал играть. Я сказал себе, гонка вооружения это круто. И играл ее целую неделю. Вот. Никакие долбанные тупые скины меня не заботили. Абсолютно. Да. Вот так вот. У меня все было лично так. Комьюнити. Так. Скины. Аферы. Что еще назвать там? Есть же что-нибудь еще точно на CS. Портит впечатление насчет Valve. Прям так самое же, как и... Нет, дота не портит. Дота не портит. Нет, нет. Я не люблю доты, но дота не портит такого впечатления. Честно. Дота не портит. Там, ну, там вот эти вот... Ну, скины, арканы. Главными, как по мне, не являются. Как по мне. Но что сказать вам. CS GO испортила всю игровую серию CS. Я скажу одно. Valve. Вы никогда не вернете CS и не сделаете ее прежней. Вы никогда не сделаете такую годную часть, как лично для меня. Какой годной была Conditions and Atleted Sins. Вы никогда не сделаете такого прорыва, как тогда, когда вы сделали онлайновый перерыв. Counter-Strike, который был у нас модом. Вы никогда не сделаете такого прорыва, как тогда, когда вы Source создали. И вы сразу же жестко принялись. Мы создадим CS на этой же самой платформе, на этом же самом движке. Вы такого прорыва иметь не будете больше. После всего того, что вы сделали, простите. Такого прорыва не будет. Я гарантирую вам этого. Такого не будет. Все. Итак, минута или пять минут ненависти CS GO закончились. А мы опять продолжаем играть. Мы уже примерно пропустили, так, комментирование видов, так, и... Ну, десяти пушек примерно. Примерно. Надо будет посчитать. Так, эм... Мы уже на шестерке. Да, мы уже на шестерке. И только что мы ее закончили. Семерка. О, БФГ из Чекс Квеста. Да, это из Чекс Квеста, нас кажется, было. Это что? What the fuck is this? Ага, вот. Ох, ты fucking cunt. Ты у меня получишь. Я тебе гарантирую. А что у него такого? Я не понимаю, что там оружие такого. А это что? Вау. Вау. Вот это круто. Это реально жесткое оружие. Мне нравится. А это у нас что? Посмотрим. Fucking shit. Вау. What was that? Это круто. Это огненное торнадо. Знаете что? Я уверен, что самое жесткое оружие не здесь будет. Самое жесткое оружие у нас будет в Russian Overkill. Кто играл в Russian Overkill, тот поймет. Russian Overkill имеет самое жесткое оружие. Ребята. И знаете что? Некоторые из пушек обогнали Massive Gun. Без шуток. Некоторые пушки из Russian Overkill реально взяли и обогнали Massive Gun. Они его обогнали. Это оружие судного дня. Я называю некоторые оружия из Russian Overkill реально просто орудиями судного дня. Не скажу, кто такой ОАВП. Давайте. Вау. Видите, какой я про. Настоящий про. Я же... Я... Стоплакиси тоже каждый день берешь и тащишь на ОАВП. Заходишь в КС. Берешься от своего Азимова и начинаешь тащить. Вы поняли юмор для дегенераторов. Знаете почему? Потому что она КС. Гол. Имена Гол. Это есть причина. Кстати, как я лично раньше не заметил, здесь есть реально новые, довольно неплохие, такие годненькие текстурочки. И, кстати, пожалуйста, тот, кто не понял нормально критику мою КС Гоу, то я уже извиняюсь. Просто не берите близко к сердцу. Вам этого не надо. Серьезно? Вы хотите брать к сердцу критику какого-то там 15-летнего парня, который имеет... Ну, у которого не так же все и хорошо. Серьезно? Вы шутите? Серьезно? Не, ну вы шутите или так? Вау! Вау! Это на правую кнопку мыши такая жесть творится. Это круто. Ага! Нейлган прям какой-то. Пакинь щит! Это круто. Получил. Идем дальше. Нужно восьмерки. Ой, еще огнемет на восьмерке, неизвестно. Это все? Нет, еще у нас вот эта вот пилочка. Это для ногтей, конечно же. Не, пилочка... Не нужна пилочка для ногтей. Спасибо. Ну, вы знаете, да? А, все? Больше оружия никакого у нас нету. Что же? Раз оружия больше никакого у нас нету здесь. Тогда в таком случае... С вами был я, Вован. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем пока. До следующего выпуска мута обзора. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.